Всем добрый день! У меня в работе небольшая партия шпилек М10 в количестве 200 штук. И в этот раз я использую наработки после болтов. То есть это магнитный вытягиватель прутка и зацикливание повтор управляющей программы. То есть я заряжаю в шпиндель метровый пруток, это калибровка 10 мм. Оставляю его, чтобы он не выступал из кулачков. И так же как и с болтами, первую шпильку я вытягиваю магнитным. То есть подошел, остановился, посмотрел, что все нормально. И все, вот он прилепил. Вытянул его на необходимую длину. Зажал. Отошел. 55 градусов резец, снял фаску. В этот раз я прутки, калибровку протачивать не стал. То есть режу резьбу сразу. Отжимает маленько, но здесь никуда не денешься, поэтому приходится вот таким вот образом поступать. И когда я произвожу наладку, то есть настраиваю инструмент, станок для нарезания резьбы, соответственно нужно контролировать, чтобы профиль был стабильным. Первую шпильку не отрезаю. Я, кстати, заказал, теперь у меня есть резьбовой калибр М10 шаг-полтора. Но заказывал CNC, почему-то прислали, пока в наличии проходной, непроходного нет. Поэтому, ну, закручивается. Да, закручивается, я думаю, что непроходной вряд ли поймет, но пойдет. Но, как говорится, хотя бы так. А, шаг 1.25, то есть здесь получается короткая резьба М10 шаг-полтора, основной шаг. А длинная резьба... Нас дождь пошел. А длинная резьба 1.25. И я вначале, как вы видите, режу шаг-полтора, короткую резьбу, а уже потом, чтобы меньше было отжимания, режу 1.25. Здесь я пластины также использую от ОКЕ с полным профилем. Поэтому у меня работают два резца. Первый резец работает с пластиной шаг-полтора. Второй резец работает с пластиной шаг-1.25. Но это вынужденная мера, потому что резать одной пластиной оба шага... Ну, я посчитал, что неправильно. Сейчас первая шпилька отрежется. Я ее померяю. Вот как пуля улетает. Она на стружке повисает. И, соответственно, иногда улетает. И получает забои. Но здесь профиль чистый. К сожалению, резьбу шагом 1.25 мне приходится контролировать гайкой. Я надеюсь, что я все-таки добьюсь, чтобы у меня были калибры. Чтобы уже гарантированно, потому что гайки рознь. А все-таки хотелось бы, чтобы качество было стабильным. И не было никаких вопросов ко мне от мотористов и людей, которые занимаются сборкой. Ну, забил резьбу. И смотрите, что получается. Метровый пруток. Метровый пруток у меня обрабатывается 20 минут. То есть на одну шпильку уходит около минуты. И за это время я успеваю перепроверить все предыдущие 20 шпилек. При необходимости прогнать резьбу, которая получила забои. Ну и, в принципе, еще даже остается время посидеть в удобном кресле. Это тоже немаловажно. Я вначале подобные шпильки протачивал наружный диаметр. А сегодня подумал, зачем протачивать. Там даже это одна десятка. Я просто высоту профиля подкорректирую резьбовым резцом. И тогда та самая десятка, которую я протачивал, она срежется уже самой пластиной. И это, разумеется, экономия времени. Вот это вот нормально упало. Ну, почти автомат. Снял фаску, подрезал торец. И нарезаю резьбу. Ну, вот такая вот работа. Сейчас, по прошествии некоторого времени, все это, конечно, стало происходить значительно быстрее. Ну, я, опять же, сравниваю с универсалом. Это там просто вешалка получается. Нарезал одну резьбу. Какую-то... Я обычно использую разрезную гайку. Потом вторую сторону. Все это такие хлопоты. А здесь вообще красота. И что хотел сказать по поводу пластин. Полнопрофильные пластины. Сейчас я их даже покажу. Пластины с шагом от 0,5 до 3 миллиметров. По 10 штук. Это я для себя, чтобы мне было легче их определять. Когда я общался с менеджером и делал заявку вот именно на такие пластины, она потом их передает технологу. И технолог уже говорит, что есть и чего нет. И в тот раз они мне скидывают счет на электронную почту. Я смотрю. Но это вообще не то. То есть они мне... Короче, технолог, менеджеру говорит, зачем ему заказывать столько пластин, когда есть универсальные от 1 до 3 миллиметров. Ну, то есть вот такой вот продвинутый, грамотный технолог, который может посоветовать такой вот вариант. Ну, мне пришлось маленечко поспорить, настоять на своем. И в итоге я получил вот такой вот замечательный набор. Я думаю, что он облегчит и повысит качество выполняемых мною работ. Ну, пока только-только начал. По первой пластины достал. Пока все нормально. Все, всем спасибо. Всем удачи. Всем хорошего настроения. И хорошей погоды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok